Цифры тревожные. Нарушители трудового законодательства выявляются при каждом мониторинге. Но члены комиссии по снижению неформальной занятости работают в том же режиме, что и три года назад. Задача тоже неизменно – вывести экономику каждого предприятия из тени. И в первую очередь – это оформление трудовых договоров с каждым работником. Грядущая пенсионная реформа также стала отголоском нарушения трудового законодательства, подчеркивает председатель межведомственной комиссии Ирина Романец. Так, в нынешнем городе на одного пенсионера приходится всего лишь полтора работающего человека. Пенсионного населения 135 тысяч и 190 тысяч – официально люди, которые оплачивают за себя страховые взносы. Это даже не два человека на одного пенсионера работающих, а один с половиной человек на работающего пенсионера. Конечно, о каком паритете, о каком благополучном развитии сценария мы можем говорить даже в пределах экономики нашего города. Поэтому сейчас вместо бурного обсуждения пенсионной реформы надо еще раз всем задуматься над тем, а какой паритет поступления налогов и оплаты и своих детей в школах, и в детских садах, и, соответственно, все затраты, которые несет тот же муниципалитет на содержание дорог, на содержание объектов инфраструктуры, каким образом пополнять этот ресурс. И, наверное, не случайно так остро стоит вопрос пенсионной реформы. Зарплата в конверте, отсутствие трудовых договоров – это и отсутствие накопительных взносов. Лишая работника государственной поддержки в виде пенсии, работодатель платит государству штраф. Ко всему прочему, региональная трудовая инспекция готовит список недобросовестных предпринимателей Сочи и направит его на краевую проверку.